Все, я снова в эфире. Так, значит, первое — это страх неудачи. Так что с ним делать? Мы с вами обсуждали одну вещь. Мы с вами успели обсуждать только одну вещь, что делать. Помните, нет? Прорисовать. О, вот, супер, да, Матвей помнит. Смотреть. Амутик. Смотреть. Ну, давай, да. Напомни мне, после занятия... Не получилось вчера, как я что-то сказал. Я тебе лично рассказал, Матвей, да, фигу, да. Первое — это, в принципе, вся мотивация у человека работает по... Вообще, по одной и той же схеме работает все, почему человек что-то делает. Правильно? То есть, и почему оптимисты делают больше, пессимисты делают меньше, или вообще ничего не делают. Есть какое-то видение того, что будет. И поэтому ты хочешь, поскольку ты хочешь, есть у тебя разрыв между тем состоянием, где ты сейчас, тем состоянием, которое у тебя желаемое, ну, так это называется, да, настоящее и желаемое. Ты хочешь это убрать, и для этого ты хочешь вот эту цель достичь, туда переместиться. И вот эта вот картинка, она это, собственно, то, что мотивирует и манит. То есть, может, там у меня будет такая вот прекрасная жизнь, там будут такие вот наслаждения, там будет лучше, и трава зеленее, и вот это там лучше, чем там. То есть, поскольку у тебя в голове, причем не ты сама, скорее всего, какие-то или родители, или потом школьники, одноклассники, или маркетологи нарисовали, да, что вот это классно, да? Мы уже обсуждали, как работает реклама тут, кстати, с Майклом Джексоном и Pepsi, да? Помните кто-то был? Да, я не знаю. Кока-Коладо? Тебя не было? Да, с Майклом Джексоном было. С Майклом Джексоном это терпеть не мог. Да, да, вот. Ну, давайте, я вижу, много не было, коротко расскажу. Как работает, как работает, как работает реклама. Привет, Яна. Реклама работает, например, ну, реклама была с Pepsi, да, например? как это работает? Тебе показывают какие-то образы, которые у тебя создают такое высокое приподнятое эмоциональное состояние, вводят в состояние наслаждения, приятности, то есть у них там есть, например, у рекламщиков такая формула, мы там продаем секс, например, да, то есть это что значит? значит, что на любом, на автомойке, на клей-моменте, где угодно будет оно, да, теперь Майкл Джексон, это человек, который так двигался и вызывал у людей такие эмоции, ну, какие-то определенные позитивные очень эмоции, да, у целого поколения определенного людей, тебе его показывают раз, показывают два, показывают три, у тебя подняли на эмоциональный пик, а потом пепси он такой пьет, причем Майкл Джексон пепси не пил, и в клипе он его тоже не пил, и он его не переносил, вообще не пил пепси, короче, сам Майкл Джексон, просто тебе поднимают эти эмоции, заряжают продукт, у тебя что происходит, мозг работает только по ассоциациям, то есть у тебя наматывается на продукт, наматывается приятное, приятное вот это вот, класс, то есть у тебя они связываются, потом повторение, 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 мать учения, закрепилось, пепси классно, будешь как Майкл Джексон, и вообще пепси, это классно, и все, и ты покупаешь, в принципе, так работает любая, ну, по подобному принципу, здесь какое-то кино, какая-то реклама в голове, она автоматически продуманная, это вопрос. Вот ты себе рисуешь мультик и за ним как бы идешь. Теперь для того, чтобы выступить хорошо, нужно нарисовать мультик, ну как бы обычный мультик. Он какой будет про будущее после выступления? Мультик по умолчанию? Ну типа все флопы. Это у тебя уже. Мультик у любого человека он собирается как конструктор откуда-то из прошлого и о чем он будет, скорее всего о том, что я вот это забуду или я вот это забарю, или вот этот спросит у меня какой-то вопрос, я не буду как ответить, или все это как бы мультик, который ты смотришь. С этим мультиком, когда ты входишь в аудиторию, что ты из себя представляешь? Ничего, да? Вообще, ну вот это смотреть вот эти, ну то есть визуализация, это штука очень мощная, в принципе все пророчества в Торе, они шли через ну то есть Бог показывал, вообще человек воспринимает все через образы. Слова это только то, чем я описываю какие-то картинки, да? И человек, ну все мышление, это образы, и все пророчества работало тоже через через образы. Так, первое это вот кино, да? Что за кино? Ну, какое кино смотреть будем? Мультика какого? Представленное. Мультики, а что? А? Что? Мультики? Привет! Мультики, о чем смотреть будем? Перед выступлением? Все, надо самому себе нарисовать мультик, что прям вообще просто, все хлопали в ладоши и не могли остановиться, и все. И все, и дальше как бы, как ты только можешь накрутить, просто вот себе придумал, придумал рекламу с Майклом Джексоном в голове такую, да, что просто вот мое выступление, это просто вообще его лучшее, что со мной когда-либо было. И все, да, и дальше четкие такие картинки, картинки и образы, да? И вот это как бы у тебя упало. И вот это, то что, ну, эта штука драйвит. Так? Второе, это то, что я уже сказал, визуализация при подготовке. Это, собственно, что, еще раз, что это делает визуализация при подготовке, то, что когда ты раз-два визуализируешь, что я буду делать, тогда, когда буду говорить об этом, у тебя оно наматывается, мозг запоминает вот эту картинку, и потом, когда ты выходишь, он и выдает, собственно, то, что ты себе напридумывал, да? Это, то есть, страх неудачи, это визуализация визуализация два, и третье от страха провалиться. Это идея такая, да? Прожение. Влад забродил. Здравствуйте. Да, давай, давай. Кушайте на здоровье. Все есть? Есть. У вас идет все. Есть? Есть. Последняя идея такая, что написано в Мишлей, Мишлей, у царя... Ты все завязал? Давай, соберись. Отстройся. Написано в Мишлей у царя Шломо, у царя Давида Тейлим. Так там у него написано, что он семь раз, в двадцать шестой главе, по-моему, семь раз упадет праведник и встанет. Это прямо на хайпе и написано вообще в... Ну, прямо в инстаграме можете это прочитать, да? Значит, теперь, что... В чем идея? Что царяки, ну, праведники, люди на уровне, крутые люди, они обязательно падают. Вопрос... То есть, падают все. Вопрос, встаешь ли ты, вопрос твоей дисциплины в твоем постоянстве. Их отношение к жизни, оно не такое, что это... То есть, то, что сейчас произошло что-то плохое, это провал. Это один из пунктов на пути к тому, что я окончательно встану. Так? Теперь, для того, чтобы я окончательно встал, мне нужно несколько раз качнуться в этот раз. Да? Понятно. Тогда я буду стоять крепко. Семь раз упал, опять восьмой раз встал. Теперь подход, как бы, такой, что нету... Это не неудача, а просто очередная моя ступенька к результату. это опыт, который я накачиваю, чтобы в итоге получить такой четкий, крепкий, прямой, понятный, простой результат. Ясно, да? То есть, каждый, каждый... То есть, это глобальное... Сейчас я сюда мышку не ровну. То есть, это глобальное изменение отношения к неудаче. Понятно, да? Теперь, давайте сейчас... Я когда-то уже это делал, это очень прикольное упражнение. Сейчас, я тебе подумаю. Не, не поседание, не поседание. Не поседание. Можно прям здесь на сцене сделать? Ты же... Ты же видела его, да? Вот это с пальцами, видела? Какой? А-а-а-а-а! С ножовым пальцем? Нет, нет. Давайте. Иди сюда, иди сюда. Смотрите, упражнение простое. Давайте мы сейчас не будем его делать на всех, просто мы с Жорой его сейчас сделаем. Скажи привет нашим этим слушателям. Привет, слушатель в камере. Их-то много. Привет, слушатели. Теперь смотри, я беру... Не-не, ты пальцы опускаешь. Теперь я загадываю вот здесь в пальце, что одна из этих, один из пальцев это собственно успех все остальное это как бы облом и неудача так, теперь тебе нужно угадать какой из пальцев давай семянный средний неудач после пары неудач обычно человек что говорит? блин сам курс ну все, надо завязывать, надо чем-то другим заниматься теперь если я переключаюсь на давай еще раз, я перезагадал палец давай еще раз средний и опыт безымянный опыт ну ты теперь уже опытный, правильно? теперь не неудачник, а опыт дальше дальше давай включается игра, средний еще раз давай я чувствую себя человеком поубок давай давай и безымянный так нет чувак, это указатель я уже человек поубок это указатель короче сделай все короче я вот так стою последний давай дальше мизинец и там улетел мизинец удачи все угадал все все мизинец теперь кто теперь кто быстрее всех достигнет успеха и результата тот кто быстрее будет действовать вот и все один простой принцип тот кто быстрее этот 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 может быть будет такая одна ванга которая будет сидеть получат палец отгадать с первого раза все вот теперь вот так еще раз от страха и неудачи что мы делаем три вещи это кино смотрим мультики позитивные очень позитивные мультики о победе и что любая неудача это что? она не неудача это просто домашнее задание еще одна ступенька домашнее задание посмотрите я просто немного опоздал и фильм о триумфе нужно как он называется? так и называется ты сам парни хорош давай я сейчас опять рассаживаю кино еще раз повторяю быстро любой человек по умолчанию его визуализация на будущее собирается из прошлого и плюс с негативными оттенками ну ладно это симпсоны то есть я ну в смысле я провалюсь здесь я волнуюсь а сейчас будет вот это ну нормально а теперь для того чтобы чувствовать себя по-другому нужно себе разрисовать кино о том где ты просто потерпишь вообще супер победа будет понял? тебе будут хлопать хайфовать те ожидания которые не будут исполнены нет ты будешь надеяться ты намного лучше я пытаюсь свои ожидания занижать немного для того чтобы себе не различаромоваться ну вот поэтому это так как смысл нет короче ты тоже если рисуешь красивую картинку ты ее хочешь и когда ты выходишь с визуализацией что сейчас будет что-то прикольное и хочешь это прикольное ты выступаешь прикольно ну вот простая Я такой только в фильмах видел. Ты такой, сейчас я выступлю и выступил. А в жизни я такой, сейчас я выступлю и не буду. И потом, когда ты стоишь, ты такой... У нас есть живой пример. У Влада лёгкий, это только от обычной в этой ситуации. И там принеси мне джин-тоник. Второй страх, страх критики. Ещё раз, да, со страхом неудач, что мы делаем? Это смотрим кино. И второе, это что? Любая вещь, любой провал такой, это просто очередная ступень, которую ты строишь для того, чтобы плотно стоять на своих ногах. Теперь про критику. Что сказать про критику? Про критику. Люди любят критиковать вообще, да? Это прямо у людей вшито. Как все относятся? Почему в истории написано заповедь, люби ближнего, как себя? Почему? Все заповеди написаны, потому что люди, как бы, про то, чего люди делать не хотят. Что значит, люби ближнего, как себя? Ты же не будешь сайтом. Вот, да, человек просит, то есть, вот сейчас кто-то, допустим, кто-то сюда не про нас будет сказано, опоздал. Кто-то опоздал сюда, да? Не дай бог, да? Не дай бог, да? Не дай бог опоздал. И что? И что он объясняет, почему я сюда опоздал? Я там бабушку переводил. Я бабушку переводил, и вот мне нужно было его подождать, и работа закончилась поздно. Жора дал бездомному 50 гривен. Вы, да, типа, полчаса у вас давили? Нет! Да он бежал за ними. А Жора долго боролся с Ецерара, и мы, как бы, обрабатывали этот заброс. А мы... Сегодня этот бедный видел самое смешное вообще в своей жизни, да? Нет, это Ецер! Дай его 50 гривен забудь! Да, такие... В общем, да, теперь... Все любят... Все, как бы, к себе относятся как? Супер! Я красавчик! Ну, это было случайно! Ну, и... Я не виноват, и... Ну, оправда... Максимальное оправдание, да? То есть... Вы, как бы... Скажки себе придумали. Вот, вот. Как раз кино, да, себя смотрят, какие-то мультики стрёмные причём. А... Про других что? Он опоздал, значит, он кто? Какой-то фигней занимался, вот ей-богу. Вот, просто сейчас непонятно, чем он занимался, да? Это, как бы, нормальное отношение... Ну, то есть... Это, как бы, установка по умолчанию. И все любят критиковать, да? Теперь... А? Ну, не, не все, но, как бы, по умолчанию. Чё тут... Ой! Раскрыл! Все знают! Я не шабанил! Или бесед! Первое... Ну, теперь, человеку что в выступлениях ему страшно? Что? Что он выступит? Да что? Обузоваться. Все такие... Вообще, вот это... Вот это он рассказал. Чушь какую-то, да? Ну, и там, дальше... И он такой, и такой, и сякой, да? Теперь, факт он в чём? Что критика, она будет. По-любому. Теперь, мы возьмём любого... Причём, чем человек известнее, тем... Больше критики. Тем больше критики. По-любому, то есть... Чем больше сила, больше ответственность, да? Да, да. То есть, там, взять кого-нибудь... Любого... Вот... Любого... Ну, самого известного человека, я не знаю, в стране. Взять любого президента в любой стране, да? Взять... 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 Ну, то есть, говорили плохие про него вещи. Потому что это он сделает собственные выгоды. И это здесь. И даже, там, вплоть до того, что что-то посмотрите, он какой-то вообще выглядит, он тоже стрёмно непонятно как. Когда-то у всех на виду, по-любому будут какие-то негативщики, обломщики, которые... Это как бы... Это... Обязано быть. Если этого нет, то что-то не так. Так? Это как бы первое, что надо знать. Критика... Обязано. По-любому. То есть, даже если ты сделал всё... Можете просто проверить. Сделать что-то абсолютно идеально. Если там будет много народу, то кому-то оно не понравится. Это просто самая идеальная вещь в своей жизни. Кому-то оно не зайдёт. По-любому. И это просто... И это нормально просто. Вот всё. И это просто... Это норма. Так? Эээ... Ты же как бы... Большинство людей... Причём обычно критиковать будут... Кто? Это не... Это не... Это не те, кто... Не те люди, которые профессионалы в том, что ты делаешь. Это люди, которые... Это такие сторонние зрители, типа... Которые сидят в такси и говорят, как нужно там... Строить политику. И смотрят там в этот... И как этот... Светлаков, да? В нашей раше. Типа вот они там... Телевидение. Давай в телевидении. Да, в этот раз это, да? Вот. То есть, как бы... Вот такие... Вот такие примерно люди... Они будут критиковать. Это первое, что надо понимать. Критика будет в основном от... Вот таких вот... Индивидов. Первое, да? Что делать с критикой? Ничего не делать. Она обязана быть. То есть, это нормально. Это просто нормально. И всё. Вопрос только, когда её как бы слишком много. Тогда нужно смотреть уже, как бы, где тебе что изменить. Да. Второе, это такой подход. Я уже здесь не... Ну, уже точно не успею показывать. Это был такой... Мертл Тваж, да? Бывший. Весёлый парень. Чиновесник. Это я уже видео несколько... Я его просто... Да, Лёня Козлов. Да. Я уже не скачать не успел и показывать не буду. Но я же просто его раза два или три здесь, мне кажется, показывал. Там видео 4 минуты. Он на столбу народу в микрофон... У него нет ни голоса. Ни слуха. И он с листа поёт... Любимая... Моя... И он иногда оставляет какие-то украинские слова. Просто... Ну, просто три... Потом забывает текст. Исправляется. Потом пауза. Все такие... Я типа думаю, что конец. Он перелистывает такой листок. Долго такой. И дальше с полной энтузиазмом продолжает заряжать дальше. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Сет-э... 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 Короче, и так это продолжается 3-4 минуты. «Потом в конце она повисает тишина». Или, там оплодисменты. Би-с! БрАво! Ну понятно. То есть ни один нормальный человек... Ты скажешь то, что эта. Типа прикольно. То есть реально... Ибо сложно даже раскритиковать. Но прикольно же прикольно. Какое отношение у этого человека... Какое отношение у этого человека к общественному мнению. Нулевое. Отношение следующее… Мне эта тема нравится. Обычный человек по умолшанию, какое у него отношение с другими? Это я под вопросом, а вы правильные, вы 100% хорошие, правильные ребята. Теперь я завишу от того, что вы скажете обо мне. То есть ты придешь и мне скажешь, что ты какой-то... Ну что-то мне не нравится, что-то ты стоишь как-то, ноги широко. Непонятный парень. Короче, не нравится мне. И я потом такой... А у меня же вопрос был, да? И я такой... Она сказала, что я такой себе. Я такой... Это как бы обычный человек. Он примерно так, как ты мысли. Вот люди типа... Есть еще Сива Балмер. Никто не видел это выступление Сива Балмера. Это просто... Он стал первым, самым высокооплачиваемым менеджером. Вторым человеком в компании. Ну сколько? Миллиардер, короче. В Microsoft, да. В Microsoft, да. Он был там вторым главным. Он был еще менеджером, стал миллиардером. Да, типа того. Он вылетает... Он просто... Я не знаю, это... Я не знаю, может давайте сейчас перерыв, я не знаю, видео я найду. Но это просто что-то... Он вылетает просто на сцену. Он такой еще... Вот такой вот такой вот и немного перерывет. Ааааа! Вот так валетает, начинает что-то такое делать, орет просто. Дааа, потом встает такой, ааа. Куча народу. Я знаю. Такой типо того. Теперь, какое отношение у этих людей? То есть, они, ну, шутка неадекватные, они, ну, то есть, стрёмно, но людям прикольно с них. А два, это что, какое у них отношение? Оно ровно другое. То есть, я не под вопрос... Я, я... Так, я вот такой. Теперь, кто под вопросом, вы. Если вам нравится то, что я делаю, то вы кто? А если вам не нравится то, что я делаю, то вы кто? Под вопросом. Вот и всё, да? То есть, это такой вообще другой подход. Он, как бы, не... Немножко сложный. Для него надо дорасти. И вопрос... То есть, понятно, что надо быть адекватным и в крайности такие ударяться. Ну, короче, с этим нужно аккуратно, да? Ну, то есть, ставить... Если человек, который в итоге... Вот эти люди, которые ставят точку, что я не под вопросом, они выступают в итоге намного интереснее, чем те, кто всё время... Типа, а как они отреагируют? Зависимо от того, как они отреагируют, я буду решать, я какой. Понятно, да? И ты всё время в таком, типа, блин, а что сейчас скажешь? И ты в соответствующее состояние. Так, это первое, да? Я сто процентов, видите? А второе, это... То есть, тоже такая нормальная эксперт, да? Потому что нормальная позиция, в принципе, человека, она какая? Люди, которые говорят критику, они в отношении ко мне кто? Красавчик. Нет, это обычно посторонние люди. Они, как бы, они крутые в том, в чём я... Ну, о чём я сейчас говорил, или в чём я разбираюсь. Я не знаю, но обычно те, кто вот критикуют, это вот такие вот просто таксисты какие-то, да? Ну, грубо говоря. Это первое. Второе, то есть, они не профессионалы. И второе, это что? Они мне желают хорошего? Ну, точно, ну, как бы, нет, да? Скорее всего, нет. Теперь, от кого я буду слушать кризис? Только от человека, который, а, он разбирается в данном конкретном вопросе лучше меня. Б, это то, что он мой, ну, он на близких отношениях со мной мой друг, или он заинтересован в том, чтобы... То есть, или я заинтересован в его фидбэке, или он заинтересован. То есть, у нас какие-то связи с ним есть, да? Как цель Шламо говорит, что, чтобы кого-то упрекать, ты должен быть с ним... Что он должен быть рэхо, что он должен быть близкий к тебе. И у Рафсим Хикоэна, у него там целая глава есть про критику. Так он, как бы, там куча правил про то, как ее говорить. И одно из первых, он говорит, что у тебя должны быть очень теплые, хорошие отношения, очень теплый, хороший инвариум для того, чтобы эта критика, она вообще заходила. Ведь человек, который по-простому вот так критикует, он не подходит либо под первый, либо под второй, либо под оба. Он либо не профессионал, либо он не желает тебе хорошего. То есть, даже если человек профессионал, но он не хочет тебе пользу принести, то, что он будет делать, тоже тебя будет критиковать. Почему? Потому что он не хочет, чтобы тебе было хорошо. Понятно, да? Нужно две перемены. Чтобы А, он был, чтобы он разбирался. Б, это чтобы что? Чтобы он был в хорошем отношении, плюс он разбирается. Почти любая критика, которая просто на 90%, она не будет проходить по одному из этих факторов. И все, то есть, получается, это как бы твои заморочки. Понятно, да? То есть, первое, оно будет по-любому. Второе, это относиться, не ставить, может быть, себя настолько под вопрос, потому что это будет только лучше для тебя самого. Плюс, что? Что человек, он должен быть, а, в близких отношениях, б, он должен разбираться в теме. Плюс, самая хорошая критика, как я уже сказал, это вот просто всегда есть сопротивление. От того, что кто-то тебе что-то рассказывает, как тебе надо делать, всегда есть внутреннее вот это, типа, я считаю, что я нормальный, ты мне говоришь, что я ненормальный. Записывать, то есть, ну, для меня это лично, как бы, один из самых крутых вообще, ну, одна из самых крутых вещей, на которой я учился, это собственное видео. Я даже видел это во многих обучалках просто, когда ты учишься что-то делать. Многие говорят просто записывай себя. Это самый хороший, как бы, путь обучения, ты все время видишь себя со стороны, а потом ты можешь синхронизировать. Я чувствовал так, делал себя вот так, и делал вот это, так, а как это выглядело со стороны, вот так. У тебя, ну, раз, сходятся картинки, и ты можешь себе реально давать очень хорошо, давать себе отчет о том, что происходит, какой ты, и как бы, в чем тебе улучшаться, что тебе нравится, что не нравится, и тебе не говорит это кто-то другой. Потому что, когда говорит кто-то другой критику, что сразу, типа, ты шел лучше, чем меня, а, типа, я хуже тебя. Все, это как бы, поэтому должно быть, чтобы критика была, он должен быть твой друг, во-первых, да. Во-вторых, лучше всего, где нету никаких вот этих вот камней и преткновений, это просто, когда садишься и сам смотришь, что это было, безо всяких описаний, каких-то чьих-то, да. Это, как бы, одна из самых хороших вещей. Да, опыты мы, видимо, сегодня уже, да. Ну, может, сейчас, быстро, если прибежим. Третья вещь, да, ну, просто сюда, да, пару примеров еще. Про Равицик и Зильбер, кто-то слышал эту историю в парке, нет? Ну, его, Равицик и Зильбер, это, его фотография висит вот здесь, в, где? На входе, прямо, ну, вот здесь у нас, в предбаннике, да. Это Равицик и Зильбер, это, ну, это самый известный еврей был, как бы, в постсоветском пространстве, да, из, как бы, из литовского общества. Его, ну, то есть, я его не застал, из Хак у него учился, я учился немножко у его, ну, дочери, наверное, у Хаба Капперман, да, тоже, ну, она просто такая гениальная женщина. И теперь, по-моему, она это пишет, что, то есть, они просто идут с папой, вот это совет такой, сабок евреев, ну, то есть, все, всю религию ее там уничтожают, евреев гоняют, ну, короче, все эти гайки завязывают, да, все, что верит в Бог, оно сумасшедшее. Теперь, они идут по этому, по какому-то папу, и вдруг Равицик, ну, их папа, да, они маленькие дети, и папа вдруг, ну, то есть, он идет, ну, он идет такой отец, плюс-минус, как еврей, да, то есть, несмотря на все, что происходит вокруг, он идет, он идет, и вдруг, он идет, и вдруг начнет. Мышечка, собери. Я сейчас, я сейчас, я поздороваюсь с тобой через пять минут. Нет, 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 нет. Нет, хочешь? Не буду. Так, и тут они, он идет по парку с детьми, в какой-то момент, ну, и люди вокруг, и в какой-то момент он начинает просто, такой, как пьяный просто, абсолютно, просто идти по этому парку, да, но они, типа, смотрят сначала и спрашивают, типа, в чем, что, папа, что происходит? Он говорит, смотри, по-моему, это вот Рабанит Хава, она это рассказывала, он говорит, смотри, нас должно не парить, что думают о нас другие. То есть, просто, вот, я делаю то, что я делаю, и чужое мнение должно быть мне все равно. Иногда он так просто, вот, как бы себя проверял и отрабатывал. И, ну, когда ты делаешь какую-то такую вещь, которая других напрягает, ты начинаешь отстегиваться от того, что, ну, то есть, от чужого мнения, да, и от чужой критики. Понятная идея, да? Вот эти, Ешивы Навардек, они были такие чуть-чуть даже экстремисты в этом. Они, что, ну, вообще, на тренингах на сегодняшних очень, ну, там, бредовые иногда вещи, конечно, советуют, но, типа, там, забегите кому-то, там, ну, хочешь, там, расширить свою зону комфорта, там, забеги кого-нибудь в офис и, там, начни чем-нибудь кричать, да, типа. Они такие, типа, ты, ну, на тебя будут негативно реагировать, а ты выходишь такой оттуда, и про себя, ну, я красавчик, сделал то, что хотел, я решил и сделал. И все, у тебя, то есть, ты отстегиваешь от этого и решаешь, что ты красавчик. Теперь, ну, вот, как бы, это немножко, может, крайности, но идея примерно та же, да, и Ешивы Навардек, они были такие даже немножко экстремисты, они там ездили на, у них была идея, вот это полагание на Бога, такая вообще прям до конца, там, и они хотели тоже отстегнуться от чужого мнения и просто вот иметь прямую связь с Богом, без того, чтобы кто-то что-то не рассказал, как правильно, как неправильно, просто вот такое состояние, да, внутрь. Там могли, там, заходят в аптеку, просят, там, продайте мне гвоздей, да, там, всякие такие штуки, они веселые делать, чтобы вы хотите... Не, ну, это было такие, как бы, отдельное направление, у них, как бы, была идея, то есть, это, как бы, не... Я не говорю, так делать, я не говорю, что это, там, нормально, да, ну, то есть, как бы, идея, идея, идея такая. А ты сейчас студентам расшипать, да, празднулася. И последнее. Давайте, наверное, на этом и закончим, и сделаем... Сколько времени? Сейчас, секунду. Может быть, давайте первую штучку вот отсюда возьмем. Это отсутствие опыта, да? Либо негативный опыт, когда ты где-то уже выступил у тебя, у отстойно, либо, что его вообще нету. Линк, что он делал? Ну, что с конвертами вообще? Вообще. Ну, давай, еще, мне нужно еще две-то минуты. Да я с радостью послушала. Они тоже, они тоже с радостью. Может, давай еще другие конверты? По-моему, Линк, э, уфри... Слова, что? По-моему, уфри... Он мне наконец-то пришел. Сразу, вот, ребят, давайте послушаем, секунду. Сейчас Беня, сейчас Женя пойдет выступил, давайте. Готовьтесь. Линкольн. Линкольн. По-моему, при Линкольн же началось вот это, что освобождение, ну, за права черных, да? И освобождение чернохожих, что он набирал рабочих. Теперь тогда было... Да, да. Значит, тогда было огромное количество людей, которые были, понятно, против этого. То есть, ну, огромные. Были рабовладельцы, были целые партии и так далее. А он был, как бы, за то, чтобы их надо освобождать. Теперь, как... Откуда он брал все свои аргументы? Как он оттаскался в топ, чтобы в итоге... Ну, то есть, проводить вот эти все свои инициативы. Нужно где-то натаскаться, что ты будешь говорить, как ты будешь аргументировать. Он просто вот какой-то там этот... Не с таксистом, он говорит. Ну, в общем, с таксистом едет на лошади. Типа, а что вы считаете, там, у меня есть там пару рабов, а я вот думаю, что не надо, там, потому-то и потому-то. Он ему, там, думал, ты что, ты с ума сошел, там, да они такие, 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 надо. И он раз, там, ответил. А потом раз, другой... И он опять начинает, что вы считаете на эту тему? Он ему, там, что-то рассказывает. Он, этот ему что-то, контраргументация. Этот раз я не знаю, что отвечать. Идет домой, садится, думает, как на это ответить. И так, просто, и так нарабатывает, нарабатывает. Нет, нет опыта, ну создай его, типа. Вот как бы, вот как бы и все. То есть, иными словами, хочешь создать опыт, просто вот есть возможность, выступил. Не получилось, что это, встанешь опять, как бы, без проблем. Все, да, то есть, опыт нарабатывает только через опыт. А ты слышал, что Ринка был раньше троллем, и его чуть из-за этого не застрелили? Да, я слышал, такой, да. Ну, тролль, ну, я с интернетом. Он трансформировал. В общем, это еще раз, да, у нас было три страха, давайте подведем итог. Быстро, быстрый итог. Прости, мы тебе. Последний, финальный. Как бы, три главных барьера, да, в том, чтобы вот выйти и что-то кому-то рассказывать. Что тебя осудят, не признают, или ты провалишься. Да, или критика, или неудача. От неудачи, что делаем? Ну, неудачи, это что? Неудачи, это тебе кажется, что будет вот так. Ты вот это, что тебе кажется, ты его переписываешь на позитивную историю. Это раз. И тебе кажется, что хорошо, и ты прешь хорошо. Это первое. Второе. Все, ну, как бы, просто ты набираешь опыт. Даже если неудача, ты смотришь на это, как, ну, то есть, ты еще раз скачнулся. Многие скрепче, в итоге ты будешь стать крепче. Так, потом, что? Критика, что мы с ней делаем, она будет по-любому. И чем-то более известной. То есть, например, да? Мэр Киев, сейчас. Это мы уже одного обсудили? Сейчас перешкочь сейчас, правильно? Самары. Мэр Самары. Он такой же. Вот. Он такой, да? Ну, как бы, все тролли, да? Типа, правильно же, да? Ну, вы понимаете, может, есть за что, но смотрите, просто этот человек, он в 16 лет в группе своих сверстников сказал, что я буду чемпионом. Просто вот обычный парень в 16 лет говорит, я буду чемпионом мира по боксу. И стал он через 15 лет, да? Это как бы, умеешь ты говорить, там, или ты, ну, как бы, определенный скилл такой, да, который заслуживает огромного уважения, там очевидно, то есть, без него невозможно, наверное, все-таки писать. Теперь, кто в итоге отгребает больше всего критики? Он, да? Чем ты больше на виду, чем ты более известный, даже если ты будешь идеальным, ты все равно будешь выгребать много того, что ты сделал не так. Это просто нормально, это к этому надо относиться нормально. То есть, критика это, а, нормально, б, это каким должен быть человек, чтобы я его начал слушать про его критику? Близким профессионалом. Близким профессионалом. Две, то есть, если где-то он по одному из них не пропадет, значит, либо он тебе хочет сделать плохо. И на тебе, по тебе покритиковать, на тебя возвысить, почувствовать, что он сам лучше, чем ты. Либо, что? Либо он, ну, короче, да, он должен быть близким и профи. Лучший, самый хороший фидбэк, это видео, когда ты сам себя смотришь вообще без людей. И опыт, да, отрицательный или его отсутствие, просто, ну, отрабатывать на людях, но стараться в более комфортных ситуациях, которые для тебя еще пока приемлемы. Так что, в следующей неделе уже кто-то еще опять будет выступать. Мы закончим по этим барьерам. Рина, Рина будет выступать на следующей неделе. Кстати, я знаю, с какой темой тема будет крутая, реально. Нет, не озвучиваю. Какая тема, это, какая будет тема, это тайна. Всем спасибо за внимание. Это все вводим в... Я надеюсь, выступит, выступит большинство народу точно. Вот это все вам надо юзать. Это все надо юзать. Мы, когда будем к вам готовиться, будем это как-то все смотреть, где ваши конкретные случаи можно отвести. Все, вводим. Спасибо. Спасибо.